Всем привет! Проснулась сегодня с таким чувством, как будто мне чего-то не хватает. Погода стоит холодная, хмурая. Захотелось, в общем, себя чем-то порадовать. И захотелось мне приобрести в свою коллекцию тропиканку. В общем, залезла в интернет, а там она. И я думаю, сейчас я ее куплю. И что вы думаете? Конечно же, если загорится что-то, вот хоть, не знаю, хоть на край света, наверное, убежишь за этим. В общем, я сейчас вас с ней познакомлю. Директор оранжерея с этим полностью согласен. Он тоже очень ждал обновки, весь возбужденный. Он прям любит, любит. Когда что-то новое появляется, он прям ходит, нюхает, мрыкает, скачет по дивану. Хотя в его возрасте это уже просто опасно. Вот такую тропиканку я себе завела. Это Алаказия, сорт Цариан. Довольно-таки редкое растение. И я, кстати, очень удивилась, что в нашем городе я ее смогла найти. Этому растению год. Оно довольно-таки молодое. Это деточка такая. Вот такая вот у нее листва треугольная. Очень красиво смотрится. Когда много листьев, она, конечно, зрелище такое прям очень красивое. Я обязательно оставлю фотографию сейчас с интернетом. Она очень большая. Этот сорт, он достигает где-то полутора метров. Относится к семейству ароидных. Она очень хорошо впишется в интерьер. Своими листьями она будет украшать просто помещение, где она будет находиться. К тому же это растение очень полезное. Оно очищает воздух и убивает бактерии. Но для своей тропиканки я выбрала красивый керамический горшок и подходящий. Она любит такие более узкие горшки и высокие. Грунт для аллоказии, для ароидных, он продается в магазине. Но я сделала сама. Сейчас я вам расскажу, что я туда добавила. А добавила я туда всякой вкусняшки. Здесь у меня часть универсальной земли. Но должна быть хорошая земля. Садовая даже можно. Но я добавила просто из пакета. Мне нравится эта земля. Потом часть у меня кокосового субстрата. Я его размочила и сюда сделала. Древесный уголь. Мелкая кора сосновая здесь у меня. И побольше пиры. В общем, грунт должен быть воздухопроницаемый. Он такой довольно-таки рыхлый. И сюда еще хорошо очень добавить речной крупный песок. Или лючозу. Вот у меня здесь лючоза уже осталось. Остаточки. И я ее как раз сюда и добавлю. Вместо песка. Грунт должен быть рыхлый. Вот видите, какой он. Такой хороший грунт получился. И сюда я еще добавила, конечно же, удобрение осмокот. Ну так, щепоточку просто. Перед посадкой я обработала растения. То есть листья я помыла хозяйственным мылом. И обработала от клеща фитоверму. Потому что авоказия ее тоже очень любит клещ. И ее время от времени нужно обрабатывать. Ну смотреть в общем за ней. И, конечно же, я сделала свой любимый фито ошейник от клеща. То есть я около каждого листика подвязала ей этот ошейник. У основания тоже у меня ошейник. И вот здесь вот тоже на каждом листике. Ну два листика вот у нее. Сильно я не затягивала, а вот чуть-чуть подвязала. Просто мне нравится это средство. Оно, конечно, работает, когда нужно растение обработать вначале. Убрать по максимуму. Если есть там яйца клеща, допустим, все это по максимуму убрать. Если возможность есть, листья убрать плохие. И потом ошейник очень хорошо работает. Как профилактическое средство. Ну приступим к пересадке. Горшок высокий. А я сейчас насыплю туда керамзит. Керамзита я насыпала хорошо. Насыпала его. Где-то вот так вот керамзита насыпала. Можно еще даже добавить. Очень хороший должен быть дельнаж. Чтобы корни не подгнили. Хотя аллоказия, она такая водохлебка, в общем-то, да. И ей нежелательно, чтобы грунт пересыхал. Если сухой воздух или отопительные приборы, да, в квартире, то обязательно нужно на поддон ставить. Также с керамзитом. И чтобы влажность вот этого была. И поливать аллоказию по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Летом полив обильный. А осень-зима поменьше полив. Ну вот я сейчас добавляю сюда уже грунт. Грунт получился прям вообще такой рыхлый. Рыхлый. Корневая система у нее хорошая. Я просто вижу корни. То есть она разрастается очень быстро. После пересадки я вам покажу, куда я ее поставила. Ну корешочки у нее беленькие. Ну я, конечно, бы хотела бы вот это вот немножко убрать у нее. Вот. Он как бы сильно уж влажный. Грунт у нее, честно говоря, нет, не совсем. И да, и забыла сказать. Обязательно работать с пересадкой, с аллоказией только в перчатках. Ну я, кстати, положила древесный уголь. Очень хорошо. Он как бы антибактериальный. И все. Я присыпаю теперь. Я ее буду поливать аккуратно, так как у меня здесь почвы много. Но грунт очень рыхлый. Грунт очень рыхлый. И не должно быть никакого перелива. То, что нужно. Место расположения для аллоказии. Она не любит прямые солнечные лучи. Ее лучше притенить другими растениями. И, конечно, ее не нужно ставить после отопительных приборов. Она не любит сухость воздуха. Категорически. Я очень рада, что у меня в коллекции моей появилась первая моя аллоказия. Тем более, так неожиданно и так спонтанно я ее приобрела. Думаю, что она у меня не последняя. У меня просто есть на примете еще такой сорт интересный очень. Потом вам как-нибудь его покажу. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok